Лошадиная сила в несистемной единице мощности В мире существует несколько единиц измерения под названием лошадиная сила. В России, как правило, под лошадиной силой имеется в виду так называемая метрическая лошадиная сила, равная точно 735,49875 Вт. В настоящее время в России формально лошадиная сила выведена из употребления, однако до сих пор применяется для расчета транспортного налога и ОСАГО. В России и во многих других странах она все еще очень широко распространена в среде, где используются двигатели внутреннего сгорания. В международной системе единица официально установленной единицей измерения мощности является Ватт. В английской системе мер единицы измерения мощности считается фунта фут в секунду, но в реальности в Англии он уже не используется, а в США используется исключительно редко. Международная организация законодательной метрологии в своих рекомендациях относит метрическую лошадиную силу к единицам измерения, которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время и которые не должны вводиться. Если они не используются эталоны лошадиной силы, в Российской Федерации величина лошадиной силы установлена равная 735,499 Вт. В большинстве европейских стран лошадиная сила определяется как 75 кг сил М, то есть как мощность, затрачиваемая при равномерном вертикальном поднимании груза массой в 75 кг со скоростью 1 м в секунду при стандартном ускорении свободного падения. В таком случае 1 литр составляет ровно 735,49875 Вт, что иногда называют метрической лошадиной силой, хотя она не входит в метрическую систему единиц. США и Великобритания в автомобильной отрасли чаще до сих пор приравнивают лошадиные силы к 745,69988145 100 млн. Вт, что равно 1,0138 696 78 87 метрической лошадиной силы. В США также используется электрическая лошадиная сила и котловая лошадиная сила. Соотношение для вычисления мощности двигателя в киловаттах следует использовать соотношение 1 кВт равно 1,3596 литра. История Приблизительно в 1789 году шотландский инженер-изобретатель Джеймс Уотт ввел термин «лошадиная сила», чтобы показать работу скольких лошадей способны заменить его паровые машины. В частности утверждается, что одну из первых машин Уотта купил пивовар, чтобы заменить ею лошадь, которая приводила в действие водяной насос. Согласно распространенной легенде, при этом пивовар решил сжульничать, выбрав самую сильную лошадь и заставив ее работать на пределе сил. Уот принял и даже превысил полученную пивоваром цифру, и эталоном стала именно мощность построенной машины. Несмотря на то, что реальная мощность, которую развивает лошадь при нормальной работе в течение продолжительного времени, значительно меньше по некоторым оценкам, в полтора раза. В то время в Англии для поднятия из шахт угля воды и людей использовались бочки объемом от 140,9 до 190,9 литра. Существовала единица массы баррель, основанная на массе типовой бочки с грузом, которая весила 380 фунтов, то есть один баррель равно 172,4 килограмма. Естественно, что вытащить такую бочку могли только две лошади за канат, перекинутый через блок. Усилие средней рабочей лошади в течение 8 часов работы составляет 15% от ее веса или 75 килограмм сил при массе лошади в 500 килограмм. За 8 часов лошадь с таким усилием может пройти 28,8 километра со скоростью 3,6 километров в час. Наблюдая за традиционным источником энергии лошадью, УАД пришел к выводу, что бочку массой 180 килограмм могут вытягивать из шахты две лошади со скоростью 2 мили че. В этом случае лошадиная сила в английских мирах принимает вид 1 литр равно 1 вторая барреля 2 мили че равно 1 баррель мили че. То же самое в более мелких единицах составляет 380 фунтов на 88 футов мин. Округлив расчеты в фунтов-футах за минуту он решил, что лошадиная сила будет равна 33 тысячи фунтов-футов в минуту. Расчеты УАД относились к мощности лошади, усредненной за большое время. Кратковременно лошадь может развивать мощность около 1000 килограмм сил МС, что соответствует 9,8 киловатта или 33-475 битю, че по другим данным до 15 литров в пике. На втором конгрессе Британской научной ассоциации в 1882 году была принята новая единица измерения мощности ватт, названная в честь Джеймса Уатта, создателя универсальной паровой машины. До этого при большинстве расчетов использовались введенные Джеймсом Уаттом лошадиные силы. Мощность двигателя Для мощности автомобильных двигателей есть не только разные единицы измерения, но и разные способы измерения, дающие разные результаты. Стандартный способ измерения мощности, принятый в Европе, использует киловатты. Если же мощность дана в лошадиных силах, то способы измерения в разных странах могут отличаться. США и Япония используют свои стандарты определения лошадиных сил двигателя, но они уже давно практически полностью унифицированы с другими. И в Америке, и в Японии существует два вида показателей измерений нет. Измерения мощности двигателя нету. Предусматривает стендовое испытание двигателя, оборудованного всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами, генератором, глушителем, вентилятором ЭПР. Измерение брута обозначается англ. Об измерении мощности двигателя брута, подразумевает стендовое испытание двигателя, не оборудованного всеми дополнительными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами, генератором, насосом, системой охлаждения и т.д. Такой показатель мощности может давать значение выше мощности нету на 10 до 20% и более, чем в свое время широко пользовались североамериканские производители автомобилей за высшие рейтинги мощности двигателей. Измерение по ДИАН Измерение по ИСИ Лошадиная сила в транспортном налогообложении В России величина транспортного налога зависит от мощности двигателя в лошадиных силах. Пересчет в лошадиные силы осуществляется путем умножения мощности двигателя, выраженной в КВТ, на множитель равный 1,35962 кВт. Хотя законом вопрос не урегулирован. Налоговые органы советуют при таком пересчете вовне системные единицы мощности округлять с точностью до второго знака после запятой. Если мощность меньше 100 литров, то, например, в Московской области платится 7 рублей л.с. в год, а если чуть больше, уже 29 рублей л.с. в год. Причем от 101 литра до 150 литров, ставка налога одинакова. Таким образом, из-за разных значений мощности цена меняется с менее чем 700 до нескольких тысяч рублей в год. Этот факт приводит к досадным курьезам. Так, мощность южнокорейского автомобиля Hyundai Accent равна строго 75 кВт, то есть 102 литра. Для американского автовладельца получилась бы еще более обидная цифра, но в США налог не зависит от лошадиных сил. В США некоторые налоги включены в цену бензина, кроме того, ежегодно надо платить налог с личного имущества. Прямо пропорциональной цене автомобиля. В прошлом в некоторых странах транспортный налог зависел от мощности в лошадиных силах. В одних странах отказались от использования мощности при налогообложении, в других вместо лошадиных сил стали использовать киловатты. От тех времен остались выражения «кабалофискал» и «чевалфискал». Помимо использования лошадиных сил в расчетах транспортного налога в РФ также данный вид единицы мощности применяется в страховании, а именно при расчете страховой премии при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.